Всем привет! Сегодня ролик не совсем связан с какой-то темой конкретно. Я просто решила обновить оформление для канала, а потом такая подумала Блин, наверное можно что-то рассказать про это, про маскота и прочее, прочее, прочее. И вот я сижу и записываю это видео для вас. Вообще можно было бы закликбейтить и написать что-то вроде как создать своего персонажа, но я так мало про это буду говорить, что пожалуй не буду такое писать. Начну с самого начала, а именно с маскота канала. Это как раз вот эта Татьяна, которая в углу и на спидпейнте. Я ее придумала в период своей большой тоски. Не знаю даже как это назвать, если честно. Это демон, который ничего не умеет. Она только пускает мыльные пузыри, но это тоже не суперсила, потому что эти мыльные пузыри она покупает в магазине. Вот так. Персонаж срисован с меня и поэтому я туда вложила всю свою депрессивную часть. Типа вот я ничего не умею, хотя пытаюсь. И вот по лору она тоже очень сильно старается быть полезной, но у нее не получается вообще ничего. Но при этом она такой реальный демоненок, потому что рога у нее настоящий, все блестяшки в волосах у нее тоже настоящие. Просто вот не повезло ей бывает и такое. Просто мне понравилась сама идея создать изначально магическое существо, которое будет абсолютно бесполезным и вся его магия будет заключаться лишь в прикольном внешнем виде. Сделала я тогда этого персонажа чисто по приколу, а потом подумала, что вообще можно было бы вернуться на YouTube и попробовать записывать туда свои разговоры на всякие темы. И этот арт просто подвернулся под руку, потому что он был как раз нарисован незадолго до моего прихода сюда. И я такая, блин, ну все, это будет паскодом канала. Че она просто так валяется? У нее не было никакого предназначения, просто персонаж и все. И вообще так и вышло. Теперь вы на канале бесполезно демона, который просто милый, ведь больше он ничегошенький не умеет. И вот недавно, кажется, на прошлой неделе мне пишет Перпин, типа, Перпыра, мне твой паскод капец как нравится, хочу себе такого же. Я такая думаю, ну ладно, ты могла, конечно, потом сказать мне и раньше, но хотя бы сказала спасибо. Я тогда подумала, ну мне не жалко же. Но теперь я лишаю ее контента, ведь рассказать о нем она не сможет, потому что я расскажу о нем сама. Такая вот лата девочки. Ну, я и рассказала про особенности, что персонаж должен быть в купальнике закрытом и в чулках, потому что нет ничего более бесполезного купальника и чулков одновременно. Но персонажи должны быть рога, потому что это все-таки демон, и суперсила, которая как бы не супер, даже не сила. Но она и сделала себе демона радужной лентой, и по-моему она даже более бесполезнее моей получилась. Отличная работа, Перпин. Она ничего, в общем-то, не делает, только ленту умеет махать красиво, и все. Ну, конец. Теперь у нас два демона, которые стараются вам понравиться, и очень сильно надеются, что они достаточно милые. Она тоже его сделала маскотом для своего канала, так что теперь у нас парные маскоты. Это, в общем-то, и неудивительно. У нас есть привычка подтаскивать друг у друга идеи, и мы как бы не против помогать друг другу. Кстати, технически у этих персонажей нет имен, ибо зачем бесполезная вещь Иви? Но для удобства, чисто для нас, мы сдали им имена, и это Баблз и Риббон. Ой, блин, получилось дико сумбурное видео. Я просто не знала, как рассказать о персонажа. Надеюсь, это было хотя бы интересно слушать. Просто я еще не записывала ролики про своих персонажей, это, так сказать, первый опыт. Конечно, это маскоты, тут не очень много информации, но надо же было с чего-то начинать. Все-таки когда-нибудь мне придется записать что-то про своих осов, а я даже не знаю, как эту всю информацию трамбовать в один ролик. Скажите, что думаете насчет нового оформления? Мне кажется, я таки апнулась в скиле. Ура, наконец-то. Ну, я буду прощаться с вами. Заходите на наш общий канал, заходите к Первпин, заходите в наши три паблика. Боже, зачем нам столько ссылок? Всем хорошего дня, и пока! Субтитры сделал DimaTorzok